был ударчик взял в руки новый спиннинг графит лидер aspro и с . сегодня очередная рыбалка вот третья уже к ряду у меня вчера был на кшевском видео уже есть на канале позавчера здесь же тоже пробовал на мормышку ловить рыбку это же неплохо получилось а сегодня вот погода испортилась вчера была такая хорошая погода летняя просто даже жарко там не за 25 наверно градусов тепла а сегодня короче упала я не знаю сколько сейчас 10 12 в общем очень сильный перепад ветер и на мормышку ловить будет очень сложно поэтому пока что я не буду брать тропару а возьму x1 поставлю какой-то виброхвост на джиг головки и попробую половить может быть она уже начинает потихоньку клевать принципе я пробовал когда это было пару дней назад прям видел выходы щуки и сделал несколько забросов у меня был удар поэтому вполне возможно что щука уже начинает кушать и можно ее ловить так что не знаю как все получится но приглашаю вас к созерцанию вместе со мной сегодня кстати не один со мной есть товарищ знакомый его отсюда не видно он там в общем появится в кадре думаю в течение дня поэтому сегодня с двойным усилием будем пробовать перехитрить эту щуку местную поехали идея уже время не прошло достаточно много с того момента когда она там нерестилась сидела погода переменилась и непонятно как сейчас вся рыба поведет был ударчик был ударчик обидно конечно блин когда подводит узел не знаю я всегда вижу этот узел у меня никогда не подводил сейчас почему-то он развязался насколько я понял и это необъяснимо потому что шнура там не было соответственно проблема в узле ну вот узел хороший надежный сейчас только обрежу концы вот эти по идее все должно работать блин теперь непонятно если щука клюнула хорошо приманка осталось наверно у нее в пасте она конечно избавиться от нее этом подсек подсечь толком не успел но получится ли еда ловить вот в чем вопрос до поклевок больше нет с этой точки ну да ничего вернемся сюда попозже может к вечеру ближе я думаю что все равно рыба отойдет и начнет клевать так взял в руки новый спиннинг вот товарища графит лидер аспро с тестом 728 грамм и 244 рост и катушка сахара шимана попробую сейчас почувствую разницу между дешевым спиннингом и дорогим все таки это уже совсем другой уровень другой класс хотя и тест не совсем тот который нужен для этих условий ну кидает хорошо в принципе колышек такой стройный достаточно все-таки снасть скорее больше подходит для такого джига начиная там с грамм 7 и заканчивая 20 25 наверно можно перегружать наверно тоже и тридцатку этого можно накинуть ничего прикольно только надо конечно на рыбе его попробовать и на разных весах на таких весах он себя не раскроет есть щучка ах сучка сошла а блин была щука но сошла и такая вроде неплохая блин да вон зубы но сошла зараза и накололась до щука сегодня конечно такая опрошенная такая прямо неактивная две поклевки у меня было считай ни одна не увенчалась успехом есть щучка наконец-то блин такая неплохая да неплохая щучка поменял немножко угол заброса и клюнула вот такая вот хорошая блин для этих мест сможет сойти а вот такая вот хорошая щучка как получилось атаковал она за самый кончик рта вон буквально просто на волоске держится и вот сработал из и шайнер в моем цвете в таком вот кока-кола белый с белым хвостом флюрик 075 с онлайн нормально показал себя но она конечно атаковала не в не флюра конкретно в приманку и вот такая вот рыбка тихо и вот на ней пиавка сидит пиавку видно значит рыба стоит все таки но отзывается и что-то у нее за животом порез какой-то на животе непонятно с чего бы это все пора отпускать немножко пофотографировал и все уже можно в принципе ее отпускать ой какая бойко но опять же говорю была пиавка на ней а значит что рыба все-таки стоит но такая побольше здесь очень много мелкой щуки но мелкая щука скорее всего не рестится еще буквально поменял угол заброса вот сначала начинал оттуда и все же было про проловлено весь этот участок был практически проловлен стоило только поменять угол и вот оттуда примерно она такого доклад второй раз уже на рыбалке попадают в снегопад начали мы рыбалку примерно с 8 утра сейчас у нас уже час дня и делаем небольшой перерыв хотим вот сравнить два спиннинга один в бюджетном сегменте это x1 от фаворит и графит лидер аспра это уже из топовой ниши вот на них стоят две катушки примерно одинакового веса не знаю точно граммах моя по моему 260 грамм весит а сахара ну я думаю что сахара где-то в районе этого же веса вот сейчас я возьму весы которые у меня есть с собой просто ради интереса хотим проверить сколько оснащенный спиннинг может весить давай примерно а давай за эту задушку катушки и так полный спиннинг в полном наборе с приманкой с джиг головкой грамм примерно около пяти 430 грамм 430 грамм ровно просто ровно я думаю что здесь вот же головка тоже 5 граммовая стоит я думаю что здесь катушка потяжелее все-таки шимана шимана сахара тоже она там бюджетная достаточно и я думаю она будет больше веса дает при всем при том что спиннинги в одном росте вот даже для примера положили рядом и даже выглядят похоже немного только один стоит 1100 гривен а другой 9000 стоит могу сказать что не обязательно отдавать за спиннинг кучу денег можно купить бюджетные для начало и этого будет вполне достаточно для удачной успешной рыбалки вот есть есть щучка да такая такая же наверно как та первая до хорошая ой какая бойко оба не чуть поменьше такая грамм на 400 на 500 наверное вот туда кинул как раз под уголочек и она отозвалась вот так вот в такую погоду снег периодически идет то солнце выходит в ветер но щучка уже начинает потихоньку поклевывать все девочка давай беги ой какая ты сильно не надо всегда себя тешить тем что ты провел день на природе что ты подышал какую-то новую информацию для себя извлек таким образом и количеством рыбалок и достигается вот этот уже опыт который в дальнейшем тебе будет в любой ситуации подсказывать как действовать много очень разных факторов которые влияют на рыбалку время года температура воды погода давление приманка проводка течение да все 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 играет роль до много вижу красноперки белой рыбы поэтому если руки дойдут сегодня возьму про пару потом попробую на мормышку покидать в этих местах видно много белой рыбы может какой-то и лещ крутится или подлещик и так по щуке мы прошлись поклевок уже не наблюдаются в принципе я думаю сейчас она уже не активно можно ожидать выхода под вечер но до вечера сидеть не будем и сейчас вот буквально часок какой-то хочу уделить внимание мормышингу потренироваться проверить как себя перед таком перепаде погоды будет вести белая рыба принципе уже видел глазами тут красноперку эту плотвичку мелкую но посмотрим как она себя поведет будет ли она реагировать на искусственную приманку опа вот и окон на нашу мормышку с икрой и сейчас мы его быстро отпустим есть есть а вот она красноперка клюнула наконец-то вот и красноперка пожаловала сегодня уже три вида рыбы он в рот по-честному все как положено есть блин первый с первого заброса поклевка на парика на опарыша прямо красноперка так сходу отреагировала вообще класс такая малая нам отеля не было таких реакций на час проверим может это случайно может быть это всего лишь случайно сейчас есть опять ох класс вот она рыбалка а я так предполагался сейчас одену опарыша блин и начну тягать одну за одной это конечно круто здорово сейчас попробуем еще разок два заброса две рыбки но об есть ух какая бойко какая красивая красноперочка вот ножевого опарыша сходу клюет сейчас по-быстрому еще одну не тут динамичная рыбалка на сразу опускать кидать снова вот там вот сейчас нападение небольшую дрожь ей приманка чуть-чуть приводняется в толще воды есть не клюнула но не подсеклась не пасть а есть села вот вот она какая красотка такая уже покрупнее есть вот она на каждом забросе короче ловится только забрасывай вот такая вот короче рыбалка веселая получается в конце у нас ну что друзья такая вот сегодня получилось веселая рыбалка и щуку удалось поймать и красноперку и окунек даже маленький клюнул не ожидал я что на опарыша такая реакция будет но реально я мог бы ловить и ловить сейчас еще жалко вот что память заканчивается и приходится уже ехать домой сейчас уже пять часов вечера поэтому заканчиваю на сегодня выпуск именно вот этим и желаю вам всего хорошего не хвостами чешуи подписывайтесь на канал если вам понравилось это видео и до скорых встреч